Здравствуйте! Это новости на телеканале НМТ, студии Махач Курбанов с последними событиями к этому часу. Короткий анонс. Горит КАМАЗ, закрыт тоннель. Работники МЧС, сотрудники МВД и врачи службы медицины «Катастрофа» отработали совместные действия на учениях. Подробности через минуту. Пишет, рисует, лепит, создает. В музее «ИЗО» проходит первая персональная выставка художника Абдулзагира Мусаева. Лучшие борцы-юниоры приехали в Дагестан. В Каспийске стартовало первенство России среди спортсменов до 2022 года. О первом дне соревнований расскажем в спортивном блоке. Совместные учения под землей. Работники МЧС, сотрудники МВД и врачи службы медицины «Катастрофа» отработали совместные действия при возникновении крупных ДТП и других чрезвычайных ситуаций в Гимринском тоннеле. Для этого движение по транспортному коридору было закрыто на час с небольшим. Все это время за ходом спасательной операции наблюдал наш корреспондент Хамзан Нурмагомедов. Ему слово. В середине пути четырехкилометрового Гимринского тоннеля горит КАМАЗ. Вокруг дым, пробка, десятки водителей в панике. Первым на ЧП реагирует диспетчер тоннеля. Как и положено по инструкции, он оповещает все службы. На место ЧП оперативно прибывают пожарные расчеты. Далее все по схеме. На месте разворачивается оперативный штаб. В направлении Гимринского тоннеля выдвигаются все оперативные службы. Вот горящий автомобиль. Вот подъехала наша машина со штольной. Оттуда подали они три ствола. На один на тушение и два на охлаждение соседних автомобилей. И проводили эвакуацию и спасение пострадавших. Пока спасатели устраняют последствия пожара, полиция совместно с другими пожарными проводит эвакуацию пострадавших. Один из них в критическом состоянии. Дальше за дело берутся врачи службы медицины. Катастроф. В итоге пожар ликвидирован. Люди спасены. А КАМАЗ вывезли на прицепе из тоннеля. Руководство МЧС ходом учения осталось довольно. В данном учении участвовали 86 личных составов и 16 единиц техники. Первый этап учения мы провели сегодня здесь. А второй этап учения это проведение полного анализа момента поступления сигнала на пульс 112 до окончания ликвидации данного происшествия. Дальше будет дана рекомендация всеми средств ведомствам, чтобы в дальнейшем не допускать какие-то замечания или вопросы, которые были в ходе учения мы заметили. По словам главы спасательного ведомства республики, такие учения будут проводиться на регулярной основе. Кемридский тоннель имеет статус стратегического объекта. Он самый длинный в России. И вопрос о безопасности, в том числе пожарное, здесь уделяет большое значение. Хамзанур Магемедов, Салмагит Ихмаев, Мурат Бигбарзов. Новости телеканала ННТ. Авария и снова со смертельным исходом. В Хасавюрте местный житель на автомобиле Приора, совершая обгон, не справился с управлением. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с другой машиной. В результате ДТП водитель Приоры от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте. А накануне вечером в Бабаюртовском районе на автодороге Астрахани-Махачкала водитель автомобиля Лада Гранта также не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась и скатилась в кювет. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб. Цены на горючее идут вниз. Руководитель управления антимонопольной службы по Дагестану Каир Бабаев заявил, что в данный момент на рынке сложилась высокая насыщенность топливом. Это происходит из-за снижения цен на международной товарно-сырьевой бирже. По последним данным, цена на рынке опустилась на 10-12%, и такая тенденция будет долговременной. От этого многие владельцы АЗС в Махачкале уже снизили цены от 1 до 3 рублей. Дагестан получит 400 миллионов рублей от федерального правительства для поддержки рынка труда в условиях санкций. Средства пойдут на создание временных рабочих мест для тех, кто под риском увольнения. На переобучение сотрудников промышленных предприятий и на гранты некоммерческим организациям, помогающим людям трудоустроиться и получить профессии. 700 голов мелкого и 50 голов крупного рогатого скота в смену. Новый мясокомбинат появится в Кизилюртовском районе Дагестана. Совещание рабочей группы по вопросу строительства предприятия полного цикла прошло в правительстве республики. Для реализации проекта сформирована дорожная карта. Проект предполагает комплекс независимых друг от друга производств. При выходе на плановую мощность мясокомбинат будет производить охлажденные и замороженные полуфабрикаты. Консервы, колбасы, продукты переработки, мясокостной муки, а также шкуры. В Дагестане сырье есть. У нас есть животные. И спасибо нашим животновым, что у нас это все есть. И сегодня от нас ждут. Вот о чем мы первый раз, когда мы собирались, мы беспокоились, куда его будем сбывать. Так же? Уже сбытка внутри России. Мы сначала Россию должны прокормить. Но она должна быть по последней технологии. 99-процентная сохранность молодняка. Представители регионального минсельхоза ознакомились с ходом окотной кампании на двух кошарах в Кочубейской зоне отгонного животноводства. В них содержится 800 и 700 голов овцематок разных пород. В одном из загонов уже окатилось 700 голов. В целом в обоих хозяйствах отмечается хороший выход ягнят и богатый травостой. Не испытывают здесь и проблем с кормами. Сегодня в республике насчитывается 3 миллиона 600 голов овцематок. Из них 960 тысяч на отгонных землях. Остальной поголовьей во всех хозяйствах района. На сегодняшний день окатилось около 20% поголовья. И сейчас идет массовый окот и должны завершить к концу апреля. В этом году как никогда животноводам повезло. Зима была очень удачная. Погодно-климатические условия позволили получить около 99% ягнят. Сохранность составляет на сегодня 99%. Обеспеченность кормами была максимальная. И даже на сегодняшний день в резервной фонде находятся около 2000 тонн кормов. Жителям Дагестана теперь доступна постковидная реабилитация. Такое отделение открылось на базе первой клинической больницы в Махачкале. Как отмечают медики, комплексный подход позволяет в короткие сроки добиться положительной динамики не только с точки зрения физического, но и психоэмоционального состояния пациента. Для приема на отделение потребуются результаты ряда обследований. В первую очередь помощь получат те, кто перенес COVID-19 в средней и тяжелой степени тяжести. Форум «Педагогический простор» начал свою работу в Дагестане. На площадке исторического парка «Россия. Моя история» собрались педагоги из разных муниципалитетов Дагестана, а также победители конкурса «Учитель года» разных годов России. На пленарном заседании выступили заслуженные педагоги, победители и лауреаты национальных конкурсов педагогического мастерства. В рамках форума, который продлится два дня, пройдут круглые столы и мастер-классы по обмену опытом. Планируется очень много таких масштабных содержательных мероприятий, но в числе первых из них я хочу обозначить сегодняшние мероприятия, потому что такое масштабное распространение педагогического сообщества не только с территории Сферии Дагестана и лучших педагогов четыре года в свое время и отдельных регионов России. Это, конечно, не каждый день, не каждый год мы можем такие мероприятия проводить. Он автор множества монументальных произведений и наставник нескольких поколений художников. В Дагестанский музей «Изом» совместно с Национальным музеем Дагестана представили первую персональную выставку заслуженного художника России Абдулзагира Мусаева «Ковчег». Работы мастера оценила и Малика Курбанова. Абдулзагир Мусаев прошел долгий творческий путь, прежде чем стать известным профессором живописи. В детстве у художника было два серьезных увлечения – рисование и история. Любовь к искусству оказалась сильнее. Талант молодого человека отметили сразу. Выпускник Дагестанского художественного училища имени Джамала продолжил учебу в Академии художеств имени Репина. Нам автор признался, почему раньше не представлял зрителю полную коллекцию своих работ и что скрыто в его ковчеге. Иногда отношение к самому себе и требования к тому, что ты делаешь, они порой как бы вынуждают повремелить. Может быть, мы сейчас завтра или послезавтра будет новая вещь, интересная вещь. Но потом происходит процесс такого осмысления того, что сделано в предыдущем. И я должен сказать, что это предыдущее иногда и давлей. Хотя ничего не выбросишь из жизни человека. Она от юности до старости все равно это один и тот же человек. И произведения, которые создаются, это все тоже твое. Ну вот, иногда даже собрать вот эти временные вещи, картины, которые созданы в разные времена, они иногда как бы начинают между собой происходить, между собой происходит такой процесс взаимоотторгания. Вот, это сложный момент. Выставка готовилась вообще персонально, где-то в 61 году была уже заявлена. Порой его работы головоломка. Зритель ищет ответы в скрытых образах и цветовой гамме. Экспозиция объединила несколько важных этапов творчества художника. Живописные и графические работы, гобелены, росписи торжественного зала славы в Ингушетии. Сценография для постановок в национальных театрах Дагестана. Вы не только передаете секреты вашего профессионального мастерства, но все-таки формируете их как личность, прежде всего. Спасибо большое вам за этот проект. Целекатр, словно, вам спасибо огромное за еще один прекрасный проект и за такое трепетное, очень бережное отношение и к художнику с большой буквы, и к его духовному наследию. В залах музея собрана большая коллекция автора, созданная им в разные годы. Абдулзагир Мусаев никогда не берется за темы, которые его не волнуют. Он пишет свое отношение к окружающему миру. Его работы представлены в музеях страны. За моей спиной уникальные вещи, над которыми он работал очень много лет, это гобелены. Не просто гобелены, а гобелены, которые были изначально заказаны для фойе Кумыгского театра. Это вообще такая новизная, хочу сказать, что Мусаев не только художник, он еще новатор, но еще такой революционер в искусстве. Он берется всегда за самые смелые проекты и не боится что-то делать новое, интересное. Ну, представляете, в фойе Кумыгского театра и вот такие вот роскошные гобелены, которые раньше в французские средневековые, только короли могли себе позволить, повесить гобелены или же такие тканевые панно в своих апартаментах. Также он известен тем, что он не побоялся и взялся за роспись православного храма Махачкале. Он делал потрясающую монументальную работу в Ингушетии, расписывал храм Славы, дворец президента в Магасе. Выставка проходит в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Патимат Гамзатова и продлится до 9 мая. Малика Курбанова, Салман Гитихмаев, ННТ Махачкала. Лучшие борцы, юниоры страны съехались в эти дни в Дагестан. В Каспийске сегодня стартовало первенство России среди спортсменов до 2021 года. Соревнования посвящены памяти героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. О ходе первенства с места события расскажет Курбан Рагимов. Более 400 вольников из 30 регионов России. В течение четырех соревновательных дней в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева будет по-настоящему жарко. Первый день первенства в программе только предварительные схватки. Путевки в финал оспаривают спортсмены трех весовых категорий до 57, 65 и 70 килограммов. Самым многочисленным составом здесь представлена сборная Дагестана. Хозяева Ковра заявили около ста спортсменов. Также часть борцов представляют и другие регионы. Несмотря на то, что первенство по известным причинам не носит статус отборочного, вольникам здесь есть за что бороться. У нас есть большой опыт. Мы здесь проводим ежегодно Али Алиевский турнир, Сураката Асиатилова турниры. Ну, мы отсюда есть опыт проведения чемпионата Европы. И этот турнир не стал для нас какой-то такой глобальной задачей. Вроде все получается. Первые медали борцы разыграют только завтра, а сегодня к вечеру определятся финалисты соревнований. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. К этому часу все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова